Сегодня в Чувашии разработаны пять реабилитационных маршрутов для больных с сосудистой, кардиологической, онкологической патологиями, проблемами неонатального периода и травмами. Однако медицинская реабилитация – процесс индивидуальный. Для каждого пациента выстраивается своя схема. Лишь в этом случае можно добиться эффекта. Мало кому сегодня придет в голову, что Лена Иванова, трехкратная чемпионка Паралимпиады 2012 года, бывшая пациентка Республиканского центра реабилитации для детей и подростков. Несколько лет она приходила сюда с диагнозом ДЦП. Эффект от реабилитации мог наблюдать весь мир. В центре Лену помнят и гордятся. Мы Лену помним. Она лечилась в этом центре. И мы тоже хотим быть похожи на нее. Мы даже смотрели, как она выиграла Олимпиаду, как она прославила чуваши. Я стараюсь на нее быть похожа. Хочу, как она же, выиграть Олимпиаду, прославить Россию. Близнецы Вадим и Данила ходят в центр уже 10 лет. Родственники не верят своим глазам. Мальчики не то что ходить, сидеть не могли самостоятельно. Первый раз попали мы сюда в 2002 году, когда нам было полтора года. И мы вообще, можно сказать, сидели, мои мальчики сидели на моих руках, ничего не могли делать, ходить не могли. В общем, вот прошло 10 лет. Вот эти 10 лет мы достигли очень многого благодаря этому центру. Мы вот уже ходим, Вадим уже по центру бегать самостоятельно, сам уже начал. Данилка, правда, со мной за одну ручку, но тоже благодаря этому центру, сотрудников этого центра всему многому научились. Сегодня в центре все ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят целый комплекс реабилитационных процедур. Широко применяются методы физиотерапии с использованием современных аппаратов, лазеротерапии, бальнеотерапии, массажи, лечебной гимнастики и физкультуры. Заметный эффект дают костюмы Адели и Гравистат, пневмокостюм Атлант. Я уверена, что в этой рамочке появится новая фотография нашего воспитанника. И мы будем гордиться им так же, как паралимпийской чемпионкой Леной Ивановой, студенткой Института культуры Аней Кулалаевой. Аня Кулалаева стала и заботливой мамой здорового ребенка. Катя Ворошилова стала лауреатом премии «Филантроп». Коллектив нашего центра нацелен на результат. И иногда мне кажется, что наши сотрудники больше радуются успехам детей, чем сами дети. Чем раньше начато лечение и восстановление больного после перенесенного заболевания, тем ощутимый эффект. В первую очередь это относится к пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. К сожалению, инсульт помолодел. Так случилось с Василием, который в одно далеко не прекрасное утро перестал ходить, говорить. Сейчас он проходит уже второй курс реабилитации в городской клинической больнице номер один. Полгода назад я не разговаривал, не ходил. А сейчас уйдись и сами. Сегодня я хожу и разговариваю. Спасибо врачам и десестрам. Надеюсь, скоро буду на работе. Постановление после инфаркта разного рода травм, ограничивающих двигательную активность других заболеваний. Процесс долгий, но при правильном подходе приносит очень хорошие результаты. Елена Гальперина, Леонид Клейман, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Продолжение следует...